Добрый день, друзья! С вами канал Далят Города и я, Нина Коновалова. Продолжаю снимать видеоролики, видеообзоры касаемо рассады. Очень часто может возникнуть такая ситуация, что вы заметите вокруг своей рассады или в комнатных цветах образуются такие мушки. Вроде бы они не кусаются, вроде бы они и безобидные. Кто-то на это не обращает внимания. Но я все-таки считаю, что избавляться от мушек важно, поскольку они, конечно, могут нанести огромный вред всем вашим растениям. Не важно, рассада это или комнатные цветы. Мушки бывают разные. Это или сциариды, или дрозофилы. Они появляются, как правило, из-за перелива. Или когда делают подкормки, типа чайной заварки, либо другой органики. Иногда мушки появляются вместе с покупным грунтом. Будем бороться. У меня тоже появились эти мушки, и я их заметила буквально на днях. У меня вазон. Вот этот вазон, в нем клубни цветов. И, естественно, здесь у меня постоянно перелив. Мне нужно, чтобы клубни цветов дали корешки, они уже дают корешки. И вот именно здесь я и обнаружила мушек. Сейчас здесь стоят спички, и об этом мы поговорим чуть позже. Мушки не заводятся в горшках, где есть отрегулированный полив. В этом горшке у меня увеличен полив, поэтому они у меня и появились. Мушкам для размножения нужен постоянно важный верхний слой почвы. И гниющие растительные остатки для питания личинок. И если между поливами верхний слой в горшке просохнет, то в горшке не будет никогда вот этой заразы. Выходит, если полив умеренный, то мушки никогда у вас не образуются. И если полив по некоторым причинам превышен, то значит рано или поздно они у вас появятся. И если вы обнаружили одну или две мушки, сразу начинайте применять меры, чтобы от них избавиться. При небольшом заражении в самом начале можно просто просушить грунт. То есть не надо доводить до того, чтобы растение увяли. Просто старайтесь не очень часто поливать их. Следите за тем, чтобы хорошо просыхал именно верхний слой, тот слой, где эти мушки откладывают свои личинки. Личинки сами по себе очень опасны. И если за этим не следить, растения могут погибнуть. Это уже проверено, это уже доказано. В общем, бороться надо. Мер для борьбы с этими мошками, с личинками много. Можно покупать в магазинные препараты, опрыскивать. Можно пользоваться с подручными какими-то материалами. Я обо всем сейчас расскажу, что я у себя применяла и чего делать категорически не рекомендую. И начнем, пожалуйста, с нашатырного спирта. Нашатырный спирт может быть аптечный. Нашатырный спирт аптечный у нас сколько процентов? 10 процентов. Может быть, вот такой нашатырный спирт, который продается в садоводческих магазинах, здесь тоже 10 процентов. И тут и другое идеальное средство для того, чтобы избавиться от личинок и от мошек. Причем здесь даже на вот этом, на шатырном спирте, который продается в садоводческих магазинах, идет подробное описание, как его применять для того, чтобы избавиться от тех или иных насекомых. Как я делаю? Значит, вообще нужно делать... Я беру шприц, шприцом набираю пол кубика, пол кубика и растворяю в литровой воде, в банке в литровой воды. И аккуратненько обрабатываю, не попадая на растения, каждую рассаду, каждый комнатный цветочек. Если... Ну, рассады у меня сейчас нету, мошек, но если образовывались раньше, то я так использовала. И в комнатных цветках хорошо, аккуратненько поливаю вокруг. Смотрите, это помимо того, что обеззараживает почву и убивает в личинке вот этих мошек, еще и отличнейшее азотное удобрение, но не переусердствуйте. Но комнатные цветы очень любят наши тенны спирт. Для рассады можно один раз за все время применить. Больше не надо, потому что пойдут в рост сильно. Нам не надо, чтобы рассада вытягивалась. Итак, наш атырный спирт, отличное средство, пользуйтесь, хуже не будет. Второе средство, которое я применяю, это луковая шелуха. Отличнейшее средство, которое и в открытом грунте, и в теплице, и на рассаде, и на комнатных цветах борется с разными насекомыми. Как делать? Берете луковую шелуху, стакан набиваете, пересыпаете в литровую банку, заливаете кипятком, сутки выдерживаете, затем сливаете, и этой водой прохладной опрыскиваете ваше растение и опрыскиваете верхний грунт, хорошо, хорошо, немножечко взрыхливаете. Вообще, луковая шелуха, это отличная органика, отличное народное средство, которое помогает нам решать ряд серьезных проблем с насекомыми. Идем дальше. Опрыскать почву и рассаду можно мыльным раствором хозяйственного мыла, лучше дегтярным. Где-то 2 столовые ложки на стакан горячей воды. Растворите, процедите, остудите и опрыскайте грунт, где завелись у вас мошки их, потом его хорошо вздрыхлите. Можно использовать зеленое жидкое мыло, оно совершенно безвредное для растений и для людей. Отлично помогают бороться с вот этими мошками природные фунгициды. Я бы рекомендовала использовать в этом случае чеснок и укроп. Как, если у вас есть, допустим, мороженый укроп, мелко порезанный, просто взрыхлите почву и добавьте сюда. И также чеснок мелко-мелко порубите, может чуть-чуть подсушите и верхний слой почвы. Хуже растений не будет. Растения от этого не погибнут, не увянут, а от этого едкого запаха мошки улетучатся и, в общем-то, погибнут личинки. Слабый раствор марганцовки мне никогда не помогал. Как бы я ни пыталась обеззараживать почву комнатных цветов, никогда марганцовка мне не помогала избавиться от личинок. А вот древесная зола, прекрасное средство, ею достаточно посыпать сверху грунт и также зола станет хорошим средством для предупреждения черной ножки. И, конечно же, активированный уголь. Отличная палочка-выручалочка, если у вас ничего под рукой нет, а мошки появились, нужно истолочь на вот такую емкость одна таблеточка, порошком посыпать верхний слой, ну а затем через день-два взрыхлите. И еще недавно я прочитала в интернете, что спички, наши спички, они прекрасно помогают бороться вот с этой мушкой, которая появляется в грунте. Я попробовала это средство. Прежде чем о нем рассказывать, естественно, я попробовала. Вот он мой вазон. В вазоне стоят вот эти спички. Спички воткнуть серой, то есть головкой вниз, полить обильно и через 2-3 дня должно все пропасть. Ничего у меня не пропало. Естественно, спички остались без серы, но мушки как летали, так и летали. Поэтому вот этот вот непонятно кем придуманный метод избавления от мошек при помощи спичек я исключаю и вам не рекомендую его использовать, потому что он абсолютно бесполезный. Ну вот, собственно говоря, и все. Если у вас появились мушки, вы можете использовать луковую шелуху, вы можете использовать нашатырный спирт, вы можете использовать золу, либо активированный уголь, либо хозяйственное мыло, лучше дегтярное. Ну вот и все. Надеюсь, это короткое видео для кого-то окажется полезным. Я с вами прощаюсь. Как всегда, желаю вам только крепкого здоровья, хорошего настроения. Всего доброго, друзья. До свидания. Продолжение следует...